Здравствуйте, мои дорогие, на связи Евгения. Сегодня я хочу с вами поговорить про описание. Обычно спрашивают тебя, например, у тебя есть подруга, а какая она, какого она роста, она шатенка, блондинка или друг какой у тебя. И мы говорим, что у него такие-то волосы, глаза такие-то, да и про себя мы тоже говорим какое-то описание, что-то про себя выражаем, и это будет очень полезно. Узнать что-то в этом роде. Я решила записать такой урок для моей аудитории, чтобы мы знали, как описать человека, то есть, ну, это больше будет касаться внешности. Итак, поехали. Описание. La description. La description. Итак, первое. Волосы, да. Les cheveux. Les cheveux. Давайте вместе. Les cheveux. Дальше лицо, да, непосредственно. Le visage. Le visage. Le visage. Угу. Далее щека. Ну, то есть, у нас как бы тут в разброс слова идут. La ju. La ju. La ju. Угу. Далее глаза. Ну, это непосредственно, когда вот мы описываем человека, мы говорим, вот, голос такие-то, глаза такие-то. Le zye. Это слово, вообще, оно такое словарное. Я могу сказать то, что здесь очень сложно понять, да, если человек вот первый раз видит это слово, да, он может прочитать это как вот там, или там, ле-ю, да, например, или ле-зю. А здесь читается вообще ле-зью. Ле-зью. Давайте вместе. Ле-зью. Молодцы. Далее уши. Ле-зью-рэйя. 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 Угу. Далее рот, да. Ля-бушь. Очень интересное слово, звучит тоже так превосходно. Ля-бушь. Ля-бушь. И еще разочек. Ля-бушь. Отлично. Дальше шея, да, мы уже не по... Уже отходим от лица. Ле-ку. 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 Угу. Тело. Ле-кор. П-с не считается, и мы произносим. Ле-кор. Ле-кор. Давайте вместе. Ле-кор. Угу. Далее нога. Ля-жамба. То есть не ноги, я решила, то есть по отдельности части тела. Ля-жамба. Ля-жамба. Ля-жам-б. Угу. Далее у нас рука. Ля-мен. Ля-мен. Точнее не рука, а кисть руки, да, то есть чем мы пишем, можно так сказать. Ля-мен. Ля-мен. Угу. Теперь просто рука, да. Ле-бра. Ле-бра. И отсюда у нас как бы есть такое плавание, да, мы говорим плавать брасом. Вот смотрите, брас – это французское слово, но сэ не читается на конце слова, я это говорила уже в правилах чтения, и мы просто произносим. Ля-бра. 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 То есть эс не произносим. Ля-бра. Угу. Дальше рост. Да, это тоже важный как бы аспект, когда мы описываем какого-то человека. Мы говорим сначала, то есть какого он роста, да, то есть высокого, маленького, там, низкого. Итак, поехали. Ля-тай-е. 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 И вместе. Ля-тай-е. Ну, и теперь идут фразы, куда же без них. Моя сестра высокого роста. Ма-сэр-э-де-от-тай-е. Вместе. Ма-сэр-э-де-от-тай-е. 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 Дальше следующее. Мои волосы светлые, да, то есть мы говорим, то есть, ну, это просто к примеру. Мы можем заменить это ее волосы светлые, да. Тут будет уже тогда не мэ-ш-вэ-сон-блон, а будет сэ-ш-вэ. Это притяжательные прилагательные во французском языке. Они тоже как бы формируются, но, наверное, надо все-таки записать урок на грамматическую тему, да. Мэ-ш-в-э-сон-блон-но. 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 Давайте еще разочек. Мэ-ш-в-э-сон-блон-но. Так, поехали. Ее глаза зеленые или его глаза зеленые, да, в зависимости, про кого мы говорили несколько минут назад и кого описывали. Сэ-з-ю-сон-блон-но. И смотрите на конструкцию фраз, да, то есть, чтобы мы не просто повторяли фразы бездумно. Здесь как бы выражается так. Глаза, видите, в переводе я не слышу глагола, да. Я просто слышу «глаза зеленые», как будто два слова «глаза зеленые», существительное, прилагательное. А вот во французском варианте я вижу еще глагол «être», «сон», и это будет переводиться дословно так. «Ее глаза» или «его глаза есть зеленые». То есть, самое главное правило во французском вообще языке, во французском языке не бывает предложений без глагола. Если вдруг по каким-то причинам мы не слышим глагол, то есть, это первым делом «être», скорее всего, это процентов, наверное, на 80. Ну и 20% – это какие-то исключения в зависимости, про какое-то предложение мы говорим. Всегда есть глагол. Ну, конечно, если говорить по правде, когда я была во Франции, я наблюдала за этим, то французы, конечно же, опускают глаголы, да. Они вообще опускают времена, опускают артикли, говорят вообще, половину слов проглатывают, но это им дозволено, они же французы. И когда вот приезжаешь, допустим, с таким вот как бы правильным набором предложений, они просто так открывают глаза и говорят «О, как будто как в школе», да. Но мы учимся правильно, поэтому вообще это, чтобы вы знали, что должен быть глагол «être» вот всегда вот в таких вот предложениях. В зависимости от каких-то описаний, например, он большой, он маленький, там, глаза такие-то. Глагол не слышим, скорее всего, это «être». Вот здесь как раз «son», мы знаем, да, что это третье лицо, множественное число. «Seiz yeux son ver». Давайте вместе. «Seiz yeux son ver». Отлично. Так, другое предложение, то есть мы можем сказать при помощи «être», да, то есть описание, а мы можем еще задействовать наш любимый глагол «avoir», который очень важен во французском языке. И сказать это предложение немножко по-другому. «У нее коричневые волосы» или «она брюнетка», да, «elle a», то есть «она имеет сейчас», да. Вообще вот это вот всегда ошибка, вот все люди, которые вот слышат, например, «у нее», «у тебя», «у меня», они всегда путаются и начинают искать в словаре там по-французскому, как будет «у», потом пишут « нее», и вот «никогда». Когда мы слышим «у нее», «у нас», «у вас», это глагол «avoir». Дословно мы переделываем это предложение и говорим «она имеет», «мы имеем». Вот. Значит, «elle a les cheveux marons». Значит, «у этой дамы», вот, пожалуйста, да, «у этой дамы длинная шея». Мы можем перефразировать это предложение, чтобы понять, что авуар здесь есть, и мы говорим «эта дама имеет длинную шею». Звучит, конечно, плохо, поэтому мы в русском языке говорим по-другому. «У этой дамы есть длинная шея», да. «Сет дамы а ле ку лон», «сет дамы а ле ку лон», и вместе «сет дамы а ле ку лон». Так, на ее лице есть розовые щеки, но это просто такое общее описание, да. «Сюр сон визаж», «Илья», вот оборот тоже «Илья» очень интересный, «Илья ле жу роза». «Сюр сон визаж», «Илья ле жу роза». Вместе. «Сюр сон визаж», «Илья ле жу роза». Молодцы. Ну, и несколько прилагательных, которые нам помогут в описании людей. Конечно, тут очень маленький список, но это пригодится, да, для быстрого описания, для такого общего развития. Итак, поехали. «Высокий о», вместе «низкий ба», «длинный лон», «короткий кур», «средний муайен», «маленький петти», «большой гран», «красивый жоли», «умный интеллижен» и «некрасивый ле». Давайте вместе, прям по списку. «Высокий о», «низкий ба», «длинный лон», «короткий кур», «средний муайен», «маленький петти», «большой гран», «красивый жоли», «умный интеллижен», «некрасивый ле». Ну, вы, я думаю, их закрепите, да? Итак, предложение сразу же следует. Вот, она красива, ее волосы длинные. Я не слышу глагола. Я его не слышу, значит, здесь у нас спрятан глагол «être». «Elle est jolie, ses cheveux sont l'on», «и вместе». «Elle est jolie, ses cheveux sont l'on». Отлично. Так, ее ноги короткие, ну, или его ноги короткие, ну, просто так вот. «Ses jambes sont curtes», «ses jambes sont curtes», «ses jambes sont curtes». Так, я восхищаюсь этим умным человеком, но это уже немножечко не описание, это уже такие качества внутренние, но тем не менее. «J'admire cet homme intelligent», «j'admire cet homme intelligent». Так, все говорят, что он некрасивый. Ну, вот такое предложение, да, мы тоже иногда говорим такое, да. «Tu», ну, вообще, даже если смотреть «le», то это даже уродливый. Даже есть такой перевод где-то, я смотрела этого слова, но я не буду, конечно, так говорить. Я думаю, что лучше первое подойдет. Вот все говорят, что он некрасивый. «Tu dis qu'il est le?» «Tu dis qu'il est le?» И вместе «Tu dis qu'il est le?» «Merci pour votre attention». Спасибо большое за то, что вы были со мной эти минутки. Ну, а напоследок я хочу сказать, что у нас заканчивается зима. Ну, не сегодня, конечно, она заканчивается на той неделе, но у нас уроки такие вот общие выходят по воскресеньям, да, основные для аудитории. И следующее воскресенье, как я, если мне не изменяет память, будет уже 1 марта. И наступает весна, у меня уже, видите, презентация такая о цветочках. Я тоже жду весну, люблю весну, мне хочется тёплого настроения и так далее. Ну, а для тех, кто пропустил мои презентации на этих днях, я говорила уже то, что я набираю группу людей из 30 человек, что там будет очень много всего интересного. И если вы хотите заговорить по-французски быстро и легко, то я буду проводить вот эти вот онлайн-такие конференции, занятия, стоимость которых будет очень достаточно низкой. Я хочу подключить всех людей, чтобы не было такого, что как бы с кризисом связано. И поэтому, как это будет проходить? Это будет проходить пока непонятно, либо в субботу, либо в воскресенье, по 2 часа. Первый час будет посвящен разговорной лексике, второй час будет посвящен грамматике, мы будем с вами разговаривать, то есть учиться. Стоимость эта будет очень такая, очень маленькая, достаточно. Обо всём вы узнаете, перейдя по ссылке. Ну и плохая, конечно, новость. Записывайтесь, потому что у меня вообще очень мало мест остаётся. Люди как бы сразу же, как только узнали, они сразу же начали записываться, и это всё идёт ускоренно. А так, с вами была Евгения. Хочу, чтобы вы были в моей группе, хочу, чтобы мы с вами объединились, потому что в будущем я планирую живые конференции. Хочу познакомиться с теми людьми, которые меня действительно любят, которые хотят со мной встретиться, которые желают увидеть меня вживую. И вживую я ещё больше объясняю информацию круче, можно так сказать. Не буду себя, конечно, хвалить, но похвалила, ладно. И начать хочу с онлайн-конференции, а потом перейти вживую для тех, кто живёт в Москве. Возможно, это будут какие-то мои приезды по городам. Ну, это, конечно, проекты будущего. Ну, и небольшой анонс для тех, кто всё-таки досмотрел видео до конца. У меня скоро выйдет новый курс в марте, на 8 марта, для наших красавиц. Ну, и для мужчин тоже подойдёт. Поэтому ждите его с нетерпением, потому что в него вложена энергия, любовь и очень много полезной французской информации. Ну, что же, я огласила будущие мероприятия. А так, в следующий раз мы увидимся уже в воскресенье, в следующее. Да, я подготовлю очередной для вас урок. А информация по поводу группы вы увидите под этим видео. Нажмёте на соответствующую ссылочку и так далее. Ну, и забегу вперёд. Думаю, поздравляю мужчин с наступающим 23 февраля. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы нас радовали. Спасибо, что вы у нас есть. Вы наша опора, и вы самые лучшие. Ну, что же, пока-пока.